Российский рынок акций продолжает снижаться. С начала года он потерял около 3%. Рубль слабеет, нефть растет, а АЦБ, вероятно, не планирует больше повышать ключевую ставку. Все это позитив для российского фондового рынка, однако роста нет. Что делать инвесторам на следующей неделе? Ждать ли продолжение коррекции или готовиться к рекордному росту? Сегодня мы проанализируем индекс московской биржи, сделаем свой прогноз и дадим несколько новых инвестиционных идей для покупки акций на ближайшую перспективу, а также расскажем и покажем, какие акции покупаем мы. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции. Кэшфлоу – ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. Обязательно приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Индекс мосбиржи никак себя не проявлял на этой неделе и по итогу повысился всего лишь на 0,1%. Поддержку российскому рынку акций оказывает рост нефтяных котировок и ослабление рубля. Цена барреля Brent держится вблизи 84 долларов, а за доллар дают почти 90 рублей. Но самое важное то, что по данным Банка России, один из главных параметров, на который смотрит регулятор, пошел вниз. Инфляционные ожидания населения в январе существенно снизились. На весь 2024 год инфляционные ожидания населения упали до 12,7% в годовом выражении. В декабре они составляли 14,2%. По опросам, наблюдаемая населением инфляция в январе снизилась с 17 до 16,3%. Здесь нужно отметить два важных момента. Первое. Ожидания населения по инфляции снижаются, а бизнесы растут. В любом случае прогнозные цифры инфляционного давления намного выше ориентира Центробанка. Второе. Сам ЦБ отмечает сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания, которые свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. В общем и целом, Банк России косвенно подтверждает – пик ужесточения денежно-кредитной политики где-то рядом, но ждать скорого его смягчения не стоит. Равно как и не стоит ждать скорой помощи от Центробанка нашему фондовому рынку. Что касается энергетического сектора, то вице-премьер Александр Новак продолжает поддерживать оптимизм среди российских инвесторов. По словам вице-премьера, добыча нефти с конденсатом снизилась менее чем на 1% до порядка 530 миллионов тонн. Россия соблюдает договоренности в рамках соглашений ОПЕК+. Делаем вывод. У нашей нефтянки все стабильно. Мы сохраняем позитивный взгляд на нефтяной сектор, который является основой российской экономики. Добыча и поставки стабильны. Если ОПЕК+, решит в течение 2024 года открыть кран, это будет дополнительный плюс к производственным и финансовым показателям. Что касается добычи природного газа в России, то Новотек отметил, что показатель снизился на 5,5%. Компания «Газпром» наращивает поставки по трубопроводу «Сила Сибири» в планах роста экспорта трубопроводного российского газа на 11% в год. По-прежнему у правительства большая ставка на сжиженный природный газ и на компанию «Новотек», даже несмотря на санкционное давление на проект «Арктик СПГ-2». Отгрузка первой партии СПГ с проекта запланирована на февраль. Акции «Новотека» заметно отстали от рынка, минус 2,2% по итогам недели, после сообщения о приостановке производственного комплекса в усть-луге после пожара. По оценке экспертов, ничего серьезного не случилось, однако восстановительные работы займут несколько месяцев. Мы воспользовались снижением в котировках и докупили акции «Новотека» в свой инвестиционный портфель. Кстати, в канале Сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только в этом месяце мы заработали на акциях Ростелеком плюс 9%, Алроса плюс 10%, а акции Яндекса принесли нам более 20% прибыли. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Ссылку на канал с сигналами оставим в описании. У компании «Черной металлургии» все сейчас не так плохо. Такой вывод делаем, исходя из операционного отчета за четвертый квартал и весь 2023 год от компании ММК. Производство стали в 2023 году выросло на 11,1% благодаря благоприятной конъюнктуре спроса на внутреннем рынке. Производство чугуна за весь год выросло на 9,5% год к году. Продажи металлопродукции в 2023 году выросли на 10,1%. Компания ММК показала уверенные операционные цифры за 2023 год, даже несмотря на снижение производства в четвертом квартале на фоне плановых ремонтных работ. В целом, рост производства металлов ММК в 2023 году обусловлен спросом со стороны строительной отрасли, а также со стороны сектора машиностроения. Прогноз на начало и весь 2024 по производству у компании достаточно сдержанный. Ждем финансовый отчет за 2023 год и информации по возможному возврату к дивидендным выплатам. Кстати, 2 февраля должна опубликовать финансовый отчет за четвертый квартал и весь 2023 год компания Северсталь. Ожидания от отчета нейтральные, а вот по предстоящим дивидендам ожидания позитивные. В рамках опубликования финансового отчета менеджмент компании может озвучить новые вводные по дивидендным перспективам. На этой неделе котировки депозитарных расписок Яндекса взлетели на 7% за два дня, причем на повышенных объемах торгов. Компания активно готовится к разделению. Яндекс в ближайшее время может озвучить окончательные параметры сделки по разделению бизнеса на международную и российскую части, а пока не исключено, что в котировках резвятся инсайдеры. Работа по техническому разделению компании продолжается. Банк России зарегистрировал ценные бумаги российского Яндекса, а российская структура консолидирует российские активы. Здесь нужно прояснить два момента. Мы не раз говорили о перспективах Яндекса, его положении на рынке и потенциале роста. Сохраняем свой долгосрочный позитивный взгляд на компанию. Но есть момент неопределенности. Несмотря на рост котировок и преодоление локального максимума, до сих пор полных параметров сделки неизвестно. Заходить в Яндекс на всю котлету не стоит, даже если есть уверенность в благоприятном исходе. Почему? Риски есть, и они связаны с порядком и коэффициентом обмена ценных бумаг. Если вы планируете заработать в этом году, то обязательно посмотрите на штоп-акции IT-компаний. Именно они будут активно расти в 2024 году. Ссылка будет в описании. В российских деловых кругах все активнее ходят слухи о том, что ВК готовится к покупке 28% доли озона у фонда Бейринг-Восток. На этой новости цена акций с начала года выросла на 20%, закрыв навес от прошлогодней редамицеляции. И на данный момент ВК является самой доходной бумагой из индекса Мосбиржи. С точки зрения финансов, сделка выглядит рискованно. По слухам, речь идет о покупке доли за 80 миллиардов рублей, это с 50% дисконтом. К тому же Озон является убыточной компанией, и если к убыткам ВК прибавить 30% долю убытка Озона, то совокупный отрицательный итог удвоится. Однако в случае реализации сделки возникают две инвестиционные возможности. Первое – краткосрочное. ВК покупает за 80 миллиардов то, что стоит 160 миллиардов. Следовательно, у компании мгновенно возникает прибыль в 80 миллиардов рублей. Краткосрочно это может переоценить стоимость акций на 30-35% вверх до 850 рублей. При этом, если сделка не осуществится, то цена акции вряд ли упадет больше, чем на 4-5%. Соответственно, для инвестора, решившего поставить на то, что ВК все-таки купит Озон, возникает интересное соотношение риска и доходности. В случае успеха прибыль инвестора высокая, в случае провала – убыток небольшой. Вторая инвестиционная возможность – долгосрочная. Покупка Озона приведет к еще большей закредитованности у без того закредитованной компании. Чрезмерно высокий долг на уровне Сегежа и убыточность Озона плохо повлияют на отчетность компании и стоимость акций будет дешеветь до тех пор, пока ВК не начнет генерировать достаточное количество денег для сокращения долга. Как только начнется делеверидж, процесс гашения долга, стоимость акций переоценится вверх, так как по мере гашения долга собственный капитал будет расти. Таким образом, вероятная сделка между ВК и фондом Бэринг-Восток создает сразу две инвестиционные возможности для инвесторов. Скорее всего, в ближайшее время прояснится итог столь активных слухов. Друзья, если вам такой формат обзоров нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Оператор средств мобильности ВУШ, о котором мы уже не раз говорили в своих видео, опубликовал операционные итоги 2023 года и рост ошеломляющий. Общее число поездок составило около 104 миллионов, рост на 87% в год-году. Среднее число поездок на одного активного пользователя за год выросло на 34% и составило около 14 поездок. На платформе теперь 20 миллионов 400 тысяч зарегистрированных аккаунтов, рост составил 71%. Компания сообщила, что по состоянию на конец октября она расширила свою географию до 55 городов, тогда как в 2022 году у компании было 40 локаций. ВУШ в ответ на рост спроса значительно увеличил число средств мобильности на 83% до 150 тысяч устройств. Также компания пытается бороться с сезонностью бизнеса. По словам главы компании, число поездок в декабре выросло на 46% по сравнению с декабрем 2022 года. В общем и целом, компания продемонстрировала отличный операционный отчет. ВУШ продолжает оставаться лидером рынка. Около половины поездок на средствах индивидуальной мобильности в России приходится на компанию. Ждем финансовый отчет за 2023 год. Выручка и прибыль должны порадовать инвесторов. Лидер российского продовольственного ритейла компания X5 порадовала своих инвесторов операционным отчетом за четвертый квартал и весь 2023 год. Самое главное, что хочется отметить, так это рост продаж. За весь 2023 год показатель вырос на 26%, что составило 3 триллиона 138 миллиардов рублей. За весь 2023 год продажи цифровых бизнесов составили 123 миллиарда 590 миллионов рублей, рост на 75,7%. Чистая выручка быстрорастущей сети жестких дискаунтеров «Чижик» увеличилась в три раза. Компания открыла в 2023 году 3149 новых точек продаж с учетом закрытий. Из них 2144 магазина «Пятерочка» и 983 магазина «Чижик». Вывод. У компании X5 отличный рост операционных показателей. Компания продолжает расширять свой бизнес и доминировать на рынке в своем сегменте. Риски инвестирования все те же, сложный процесс редмицеляции. В рубрике «Вопрос-ответ» мы поговорим про ситуацию с компанией Алроса. Напомню, что вы задаете вопросы в комментариях под видео, а мы разбираем самые популярные и отвечаем в видео. Итак, инвесторов компании Алроса ждут весьма внушительные капитальные затраты. На этой неделе компания оценила стартовые капитальные вложения в рудник «Мир Глубокий» на уровне 1,8 – 2 миллиардов долларов. По оценкам компании, объем добычи алмазов при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн может составить 5,6 миллионов карат в год. Разведка глубоких горизонтов рудника «Мир» позволила увеличить запасы алмазов на месторождении на 62 миллиона карат. Долгосрочные инвестиции в строительство «Мир Глубокий» увидят отдачу по расчетам Алроса в 2034 году, а к 2040 году проект выйдет на максимальную мощность. С одной стороны, компания все делает правильно – инвестирует деньги сейчас, чтобы получить отдачу в будущем. С другой стороны, переизбыток драгоценных камней на рынке, неустойчивость спроса и снижение цен на драгоценные камни вызывают больше вопросов, чем ответов. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в Телеграм-канале. Напомню, что мы ведем еще и канал по крипте, где публикуем такие же разборы. На канале уже вышли два новых видео, какие монеты купить в 2024-м, чтобы заработать несколько иксов прибыли, а также, что купить на коррекции рынка, которая, кстати, уже заканчивается. Так что обязательно переходите в канал по крипте, пока еще есть возможность закупиться со скидками. Ну а если вы ничего не знаете о мире криптовалют, то у нас полно обучающих видео и статей в Телеграм-канале. Все ссылки в описании к этому видео.